Сильнейшие участники конкурса представляли 16 регионов России, в том числе команда «13-й Подвиг», представляющая Управление образованием и молодежной политики. Педагоги из Китима вошли в состав сборной региона. В рамках конкурсных испытаний команды проектировали события предстоящего года педагога и наставника, показали свои умения работать в социальных сетях, выполняли задания, ориентированные на демонстрацию компетенций современного руководителя, а также решали различные кейсы. В ходе конкурса оценивались профильные компетенции участников мероприятия, лидерские качества, умение выделить основные показатели проблемной зоны и приобретенные направления развития системы образования. Во время финала конкурса были проанализированы результаты работы на протяжении всех дней, названные имена 10 управленцев, которые наиболее активно проявили себя в ходе конкурса и поборолись за звание флагмана финала. Благодаря невероятной и дружной поддержке около 7 тысяч земляков Вячеслав Бесхлебный, директор управления образования, лидер команды «13-й подвиг» стал флагманом финала. Ольга Степаненко, главный эксперт управления, получила награду как активный, стратегически мыслящий член команды. По результатам конкурса, который без малого длился целый год, команда нашего города вошла в число 15 сильнейших команд страны. Члены команды получили возможность войти в кадровый резерв страны, сертификат на бесплатное прохождение обучения в Институте управления образованием Российской академии образования, а также каждый член команды награжден поездкой по программе «Россия – страна. Возможности больше, чем путешествия в любой регион страны, где оплачивается проезд, питание, проживание и экскурсионная программа». Вячеслав Бесхлебный поблагодарил эскетимцев за большую поддержку. Также на аппаратном совещании были вручены памятные знаки за вклад в развитие Новосибирской области «Новосибирь-85». Награждены 17 эскетимцев. Награда учреждена правительством в честь 85-летия Новосибирской области.